Здравствуйте! Меня зовут Фериде Буйран и я буду вести программу EasyCookbook. Меня планов познакомить вас с самыми интересными блюдами из разных стран мира и поделиться с вами рецептами вкусной домашней кухни. Я долго думала, что приготовить в нашей первой передаче и решила, что поскольку сейчас лето и никто не хочет стоять у плиты долго, лучше приготовить что-нибудь легкое, красивое и сладкое. И я решила, что торт Павловой будет в самый раз. Торт Павловой это торт безе с кремом из взбитых сливок со свежими фруктами. Впервые его приготовили в Австралии в честь легендарной русской балерины Анны Павловой, которая гастролировала по Австралии и Новой Деландии в 20-х годах прошлого столетия. Но новоделандцы считают, что это их изобретение. Споры продолжаются по сей день. Но давайте оставим спорные вопросы для тех, кто не спорит, а мы займемся приготовлением этого замечательного десерта. В миску кладем 4 яичных белка. Я их уже отделила от желтком и довела до комнатной температуры. Очень важный момент. Белки не должны быть холодными, иначе у вас без и не получится. Белки взбиваем до пышной пены. Вот такая пена у нас получилась. Пышная. Добавляем сюда чайную ложку яблочного уксуса и чайную ложку кукурузного крахмала. И продолжаем взбивать до образования мягких пиков. Вот что должно получиться. Вот такие мягкие. Берем стакан мелкого сахара, но не сахарную пудру. Нам нужен мелкий сахар, потому что он быстрее и легче распоряется в белках. Если у вас нет мелкого сахара, возьмите обычный и перекрутите его в комбайне пару раз, и у вас получится мелкий сахар. Постепенно по одной столовой ложке добавляем сахар в нашу массу. И продолжаем взбивать до образования нестекающих пиков. И до того, как масса не будет блестящей. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Видите, масса держится на венчиках миксера и не стекает. Значит, она готова. Добавляем сюда пол чайной ложки ванильного экстракта. И быстрее перемешиваем. Все, безе готово. Наше безе готово к выпечке. Для того, чтобы оно получилось идеально кругло, расстилаем пергамент на нашу просьбу и рисуем круг карандашом или пучкой. Переворачиваем бумагу на другую сторону. Бумага готова. Выкладываем нашу массу на круг. Аккуратненько. Видите, какая она пышная получилась у нас. Убравим. Сглаживаем бокал. Посередине делаем небольшое углубление. Сюда пойдет наш крем. Вот и все. Безе готово к выпечке. Отправляем безе в духовку, предварительно разогретую до 100 градусов. И выпекаем его приблизительно час-40 минут до затвердения. Ни в коем случае не открывается дверца духовки. Или безе не получится. Проверим наше безе. Оно абсолютно готово. Выключаем нашу духовку и оставляем безе в духовке при закрытых дверках. До полного остывания приблизительно 2 часа. Наш корж остыл. Можем его украшать. Я приготовила самый простой крем. Взбила стакан с четвертью холодных сливок с двумя столовыми ложками сахара. До образования такой густой массы. Итак, выкладываем наш крем на середину. Дизе вот такой горочкой. Кукуратненько. А сверху украшаем ягодами черники и малиной. Смотрите, какая красота. Сейчас будет еще черника. Можете просто так поочередно сочетать. Посмотрите, какая красота у нас получается. Сейчас можем украсить еще листочками свежей мяты. Посмотрите, как красиво. И вообще, свежая мята и ягоды – это изумительное сочетание. В Австралии и Новой Зеландии этот торт украшают плодами маракуйи, киви, клубникой. И вы можете дать воле своей фантазии и украшить этот торт любыми фруктами. Сверху посыпаем сахарной пудрой. Наш торт с павловой готов. Приятного вам аппетита! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!